И все, привет, ребят, с вами Строманка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на повестке дня обзор на один из самых недооцененных дронов в нашей игре. Дроник, который умеет делать очки из воздуха, и это не какая-то там шутка, либо какой-то байт, это реальный факт, который работает на постоянной основе, это дрон, на котором можно набивать безумно большое количество очков, зарабатывать очень хорошее количество кристаллов, при этом не прилагая супер больших усилий. Давным-давно я уже знал об этом дроне, но были определенные просьбы от ребят, чтобы я особо не вносил и не популяризировал его, Но сегодня мы на нем скатаем, я покажу работу этого дрона, ну а дальше выбор остается лишь только за вами, фармить, либо все так же играть на своих обычных дефолтных дронах. Сегодня речь пойдет, конечно же, о снабженце, да, о этом замечательном дроне, который, по сути, по механике очень близок сейчас к старому механику, да, как бы это автологично не звучало, Но что механик в свое время, что снабжение сейчас, это те два дрона, которые за счет своего саппорта могут набирать безумно большое количество очков. И сегодня мы попробуем набрать как можно больше за одну матчмейкинговую катку, я покажу, я расскажу, как все это дело работает. Ну а вы, если вам нравятся обзоры дронов, если вы хотите видеть их чаще, у нас это уже, если я не ошибаюсь, за последнее время третий или четвертый дрон из необычных, которые мы тестируем, То обязательно поддержите данный видос лайком, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании, по моему личному тегу, который можно установить вот здесь вот, в настроечках игры, в аккаунтике, устанавливать ему личный тег ТМП, Ну а дальше спускайтесь в описание, выполняйте условия и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а мы пойдем в бой, я взял максимально удобную комбину для реализации этого вооружения, максимально толстый корпус, который живет очень долго, это арес. Можно, конечно, использовать и другие корпуса, здесь, в принципе, особо сильно это не роляет, но просто с аресом больше живешь, дольше раскладываешься и больше, как говорится, зарабатываешь. Ну и шафт с лечением, возможность тоже заработка дополнительных очков при саппорте, можно тоже использовать любую другую пушку, но тогда чуть меньше вы просто будете опыта, в моем понимании, зарабатывать. Но можно экспериментировать и с другими вооружениями, главное это, конечно, использовать этот замечательный дрон-снабженец. Ну и куда же мы запикаемся сегодня? Я бы, наверное, хотел бы штурм за деф, но пикнуть CTF, пикнуть дефолтную CTF-очку. В чем же прикол? За каждую прожатую расходку, за каждую броню, DD-шку, не true, вы получаете по 10 очков, если раздаете эти припасы вблизи с вашими тиммейтами. Также, за каждый подобранный дроп и разданный рядом с противником, вы также получаете по 10 очков. То есть, грубо говоря, вы постоянно за расходку получаете очки, если грамотно контролите дроп, получаете дополнительные очки. Если рядом с вами находится еще снабженец, то с ним тоже раздаются дополнительные очки. Если диктатор прожимает овердрайв, то тоже получаете очки. И за все вместе можно прям очень жестко фармить дополнительно за просто, за просто прожатие расходки. То есть, вы не делаете ничего такого сверхъестественного. Вы просто прожимаете грамотно припасы. Да, там в моменте можете подлечить тиммейта, например, на шафте с лечением, либо там, используя другую пушку, уничтожать противника, прожимать овердрайвы, чтобы дополнительно тоже получать опыт. А все остальное время, вы просто прожимая припасы, получаете дополнительные очки. Это не ли кайф, это ли не халява, и это ли не тот дрон, который можно раскручивать на аккаунтах без доната и фармить безумно большое количество кристаллов. Я считаю, что это именно эта тема. И, и, я очень сильно сейчас задумался о том, чтобы сейчас на своем бездонат аккаунте тоже приобрести снабженца и начать фармить на нем кристаллы, при том, что говорят, что даже без прокачек, без прокачек особых, этот дрон можно использовать, можно реализовывать и можно из него делать очень и очень вкусную прибыль. Так, ну а мы начинаем. Видим дроповую расходку. 3 секунды кулдаун у этого замечательного дрона. Мы прожимаем ддшку, раздаем его тиммейту, но такое, ладно, окей. То есть за каждый припас я уже получил 30-ку. Просто за каждый припасик. Просто за каждый припас андар. То есть я не сделал ничего необычного, я просто прожал припасы. Дальше могу теперь поиграть, например, там на подхил тиммейта, либо там на дополнительный какой-то сейв, либо на уничтожение, например, противника, да, тоже можно что-то покидать. И дополнительно за все это дело получать очечечки. Так, что-то у меня здесь тут на накидочку какую-то становится, ребятки. Итак, ну а у меня сейчас дашка появится, мы дополнительно начнем получать очечки за припасики. 55 очков уже есть, просто ни с чего. Просто 55 очечей, можно было бы еще подхилить каких-нибудь своих замечательных тиммейтов, которые тоже тут получают урончик. Ну и дополнительно за все это дело тоже какую-то формилочку взять и получить. Так, там у нас молодой стоит, показывает, что есть прострел. На самом деле очень сложно туда попасть каким-то образом. Не понимаю, откуда получает урон у нас этот молодой человек. Так, ну ладно, мне надо фокусироваться на как раз-таки прожатии припасов, да, то есть чтобы я здесь у нас припасики свои реализовывал грамотно. Также можно давать по маленькой легенькой тычке по противнику, чтобы тоже здесь он чуть-чуть получал урончик. И все, и все, и все, и все. И просто стоим, стоим, раздаемся, раскидываемся. Сейчас ддшечку сначала свою прожмем, потом заберем дроповую ддшку. И получим за нее еще тоже дополнительные очечки. Так, хорошо, соточка уже есть. Легенькая соточка за 2 минутки. Ну, наверное, не супермного, но потихонечку-потихонечку будем все это дело сейчас мы зафармливать. Также мне сказали о том, что если играть в 2 таких дрона, да, то есть если вы играете не в соло, а играете в 2 таких дрона, то ваша реализация и ваша возможность набора очков становится еще лучше, да, то есть еще больше вы можете фармить, если вы играете, как говорится, не в соло. Но тут уже, как говорится, тоже, ну, надо уже иметь каких-то дополнительных тиммейтов, которые могут вам в этом плане подсаппортить, чтобы вы вместе с ними здесь тоже в эти замечательные линии играли. Ну, главное, это просто стоять рядом с тиммейтом и, как говорится, зарабатывать очки с воздуха. Так, ну, еще можно параллельно, конечно, какие-нибудь тычки вкусные подавать на накидочку. Почему бы и нет? Ну, здесь у нас, конечно, такая карта более пассивная попалась. Поэтому здесь уже у меня особо-то и выборы не остается, где стоять. Я просто стою в открытой зоне сверху. Наши тиммейты дефят ложочек. Ну, и плюс можно дополнительно еще хилить своих тиммейтов. Овердрайв у меня появляется. Можно попробовать куда-нибудь эту оверку тоже пулить. Ой-ой-ой, она в землю полетела. Ладно, надо было вперед ее кидать, если честно. Так, дроповую дешку прожимаем. Так, и... Шаречка уничтожаем. Минимум тысячонку хочу забрать с этой катки. Так, прожимаю овердрайв. Так, овердрайв. Прожимаю расходку, подбираю дроповую расходочку. Еще дополнительно 10 очков. Дроп очень сильно роляет здесь на дополнительные очки. Жалко, конечно, что не дают за аптечки прожатые еще дополнительный опыт. Если бы давали бы еще за прожатые аптеки дополнительный опыт, это было бы вообще просто космически-бомбически. Так, ну а мы еще тычки здесь по противничку даем. Ну и главное, конечно, внимательно смотреть за тем, как прожимается у нас расходочка. Нифига себе, у вас пик улетает. Попробуем его слить. Слело. Нормально, мамонт поймал его. Хорошо. Хорошо. Если мамонт отрабатывает, это великолепно. Так, ну а мы пока жмемся, жмемся, жмемся. Потихонечку жмемся по расходочке. Жмемся потихонечку. Что-то, что-то. Прожимаем. 270 у нас уже на этой карте. Для этой карты это уже неплохой результат. Неплохой. Не сказать, что, конечно, великолепный. Но неплохо, неплохо пойдет. Дроповая дашечка, он там снизу падает. Можно, по идее, под нее тоже сыграть. Сейчас не трус, вы ее только прожму. Главное остаться в поле зрения моего тиммейта, чтобы дополнительно получить очки. Так, ну а теперь можно прыгнуть вниз. Если рядом тиммейт. Тиммейт, да. А, нет, это не тиммейт, это противник. Ну ладно. Вроде как дополнительно я получил очки за него. Успел вроде как саппортинга взять дополнительные очечи. Ну и плюс можно делать киллы. Можно еще и с тиммейтов тоже получать дополнительно за их лечение. Да, то есть тоже есть у вас две дополнительные возможности. Еще плюс с подбора дропа. 355 очков, 6 на 0 я иду. Пока что все складывается великолепно. Пока что все работает как часики. Пока что все идеально складывается у нас в рамках этого боя. По набору халявных очков так точно. Да, пока что наша формилка в деле. Не успел я тут дать стычку. Но 375 очков у меня уже есть. За прожатие припасов. За прожатие припасов просто в большом количестве. Из всего этого я получил именно просто за прожатие припасов. Так, попытка увоза от нашего противника. Попытаются здесь ребятки что-то дернуть. Так, а кстати... А, нет. Я думал, что если я прожму как раз таки ДАшечку, то у меня... Ой, не ДАшечку, а Минку. То у меня быстрее отказаться какой-нибудь припас, как это раньше было там с механиком. Это работает только на аптечке. Так. Если у него нет противника в прицеле. Ой, сучка, как я сейчас промазал. Ой же, как же я сейчас промазал. Так, ладно. Тику прожимаем, прячемся. Оп, хорошо. На ДАшечку. Арез больше здесь выступает как корпус, на котором я просто дольше живу. Да. Не как корпус, на котором я дополнительно зарабатываю какие-то очки. Хотя, в принципе, дополнительные очки с него тоже можно иметь, если... Ну, если я просто бы, да, то есть, играл бы не на такой здоровой карте, на какой-нибудь поменьше карте, где я мог бы еще бы прожимать овердрайвы на противника в большом количестве, да. То есть, если бы это так работало, я мог бы еще бы дополнительные очки с этого получать. Так, ну, а мы еще подбираем ДДшечку. 450 очков у нас есть уже за полбоя. Постараюсь выйти в тысячу. В тысячу на такой карте это хороший результат. Я бы даже сказал, наверное, очень хороший результат для такой карты. Заработать тысяченку. Так, ну и чуть саппортим тиммейтов. Так, ДАшечка. Дотягивается вроде. А, у меня был кулдаун. Не понял. Почему у меня был кулдаун? Почему у меня было КД? Немножко я не понял. Так, у нас возят флаг. Пробуем слить. Пробуем идти еще одного. Зави 400. Сотка на дополнение. Так, наш мам отлетит. Страховочку ему. Страховочку, а не удалось. Офигеть, ваншот нулево. Торелла залетает. Можно побороться еще за этот флаг. Можно, 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 можно. Блин, позиция очень плохая. Ой, как я встал. Мерзко. Мерзко встал, мерзко. Так, ну, на дробчике дополнительно еще. Пробуем, 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 пробуем. Наш тиммейт возвращает. Шикарно. Пока что у нас по, именно, каточке все хорошо. И что самое главное, я даже раздаю припас кризису, да, который, ну, грубо говоря, ничего не получает дополнительно. Да, с этого всего дела. Но я все равно свои очки дополнительно получаю с него. Да, это очень тоже такой немаловажный фактор. Так, 1700 дополнительно урончика. Кафт у нас целится. Может, не ваншотнет, а просто нанесет урон. Блин, если бы просто нанес урончик по тиммейту, я был бы рад. Так, здесь у меня CD-шки хватит. Да, хватит расстояния. Прожму припасик на своих устных тиммейтов. Так, есть у нас... Ай, был у нас еще один молодой портинге, которому можно было тоже раздать припасик. Так, ддшка дроповая лежит. Сейчас прожмем броню. Прожмем бронечку на вот этого молодого. Так, и попробуем еще подсводяночку. Хорошо, 6600. Супер, дроповую ддшку, к сожалению, мы забрали. Ух ты, нифига себе, дотянулся Хантер. А это, кстати, очень хорошо, что он дотянулся. Он мне откадешил всю расходку. Да, у меня вся расходка теперь не на кулдауне. И теперь я могу просто прожать еще дополнительно все припасы. И по десятке просто получить за то, чтобы я отключили расходку. Я просто отключил расходку, и из этого я сейчас еще дополнительно заработаю тридцатку припасов. Вот это просто кайф, конечно, жесткий. Так, и наш тиммейт пытается еще увозить. Может, мы сейчас еще катку выиграем? Страховочку бы ему, страховочку, страховочку. Шареллу бы туда бы грязную. Давай, 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 давай на страховочку. Давай, давай, давай. Лекаем, лекаем, лекаем. Хилим. Хилим, живем, живем. Нет, не живем, к сожалению. К сожалению, не живем. Блин, это было близко. И Шарелла хорошая, вкусная полетела так. Это вылечить я не успел. Блин, еще и в нулевой урон дал. Так, у меня кулдаун всей расходки. Пока что просто перекатываемся в другую зону. Оп, а мне всю расходку откэдэшили опять? Супер шикарно. Шикарно, вот когда откэдэшивают расходку. Так, это очень великолепно. Немножко мне непривычно, что надо постоянно жать припасы, да. То есть, еще особо сильно не привык к этому дрону, чтобы реализовывать его на все максимальные параметры. Поэтому те ребята, которые играют, наверное, на этом дроне скажут, что я, ну, такой еще нубик. Да, я особо не реализую все эти возможности на максимум, да. И я сам как бы это понимаю. Да, потому что здесь можно и пограмотнее отыгрывать, и пограмотнее там на припасы работать, чтобы максимальный опыт получать. Но это все, как говорится, познается со временем, как нужно быстрее и грамотно сжимать свои припасы. И как надо еще лучше играть с этим шафтом с лечением. Потому что эта комбинация максимально на очки работает, да. И здесь уже, ну, в моменте решает ваша грамотность, да, насколько вы правильно действуете. Но пока тоже все выглядит очень и очень неплохо. Пока что Иван Хиллер работает на свою максималочку. 800 очков у него уже, у этого Ивана Хиллера. Так, и пробуем еще забрать вот эту вот Викинга и Зиду. Из баллона залетает, конечно, вкусное количество урона. Так, у нас пытаются увозить флаг. Пытаются у нас увозить флаг. Так, в принципе, я могу вот здесь вот пробовать поймать. Хорошо, шикарно. Подставляется молодой под прицельчик. Так, только надо, чтобы наши тиммейты сейчас вернули. Наши тиммейты сейчас вернули. Так, борьба какая-то. Борьба какая-то за флаг происходит. Возврат. Есть возвратик. Хорошо, припасы пытаемся раздавать. А я раздал припасы, а тут никого нет уже. А тут уже никого нету. Тут никого нету. Так, мы едем вот сюда. Едем ДДшечку прожимаем. Чуть-чуть ХПшечки даем. Перекаточка. Заходим в прицельчик. Чтоб на левую зонку уничтожить Васпика с респа. У меня еще один овердрайв появляется. 879 очков. На 1000 мы уже идем, я так понимаю. На 1000 мы уже идем в этой катке. Так, дополнительно хилим своего тиммейта. Ну и даем Шареллу под увозинг. Но, к сожалению, нашего тиммейта сливают здесь под увоз. Плоховато. Так, верхний угол. У меня такой нерабочий особо. Поэтому ищем левую зону. Чтобы дать сводочку. Вкусную на ДАшечку, на аптечечку переключалова. Так, и Диму, Диму, Диму. Подхили Диму. Димасика, Димасичка, Димасичку. Димасичка за хили. Димасика. Ой-ой-ой-ой, Димасик. Хорошо, есть саппортинг. Так, попытка увоза от противника. Пробуем сразу сводочку. Хорошо, уносим. Еще одного раскладываем. Шикарно. Возврат, 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 возврат. Борьба, 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 борьба. Хорошо, возврат. Возврат, есть. Подбор. Нету. А доставка? Доставка, где наши тиммейты? Тиммейт, тиммейт, тиммейт. Где он? Везет, везет, везет. Есть контактичек. Сюда под доставочку разыграно. Молодые, хорошо. Хорошо, великолепно. Так, минута у нас до конца. Я почти тысяченочку свою уже приподнял. Так, димасик уже поднимается наверх на дополнительный саппортинг. Так, мы можем дать рпшки нашему тиммейту. Там особо сильно айм даже ничего не дал. Ладно, хотел подсаппортить. Так, почти тысяча у меня. Почти тысяча у меня на хилинге, на работе, на саппорте. Ну, очень неплохо выглядит. Очень неплохо выглядит. Очень неплохо выглядит эта халява. Это просто халява. Так, пробуем. Угу, господи, даже не надо давать было. Оказывается, здесь можно было его и так уничтожить. Так, всех тиммейтов вроде как подлечили. Попытка увоза от противника. Еще дал, еще дал, еще дал, еще дал, еще дал. И в минусе противничек у нас оказывается. 30 секунд до конца. Еще пару припасиков мы успеем реализовать. ДАшечку есть. ДДшечка дроповая еще снизу. То есть, если ДДшечку не забирают. Ладно, ее забирают. Ну ладно, ничего страшного. ДДшечка хорошо. Своя прожимается. Плюс дополнительно подхилим вот этого молодого. Подхилим вот этого молодого. Так, кого еще подхилить? Подхилить больше некого. Сводочку даем. Вот сюда вкусную. Оп, оп. Открываемся. Блин, не открываемся. Открываемся. Не открываемся. Победа! 6 тысяч. Без повышенных фондов. Это двенашка с повышенными фондами. 17 на 0. 1075 очков. Чисто на саппорте. Просто на саппорте. Для сравнения. Ореса Гаус с Кризисом. 700 очков. Потратил безумно большое количество припасов. И при этом заработал в 300 очков меньше. То есть у вас есть возможность не тратить особо большое количество припасов. Раздавать их постоянно тиммейтам. Саппортить тиммейтов. И разыгрывать максимально просто. То есть вам не надо даже проявлять никакого-то там лютого пота. Набора каких-то дополнительных киллов. Вы просто спокойно чилите. Оп. Туда хилочку. Оп. Туда овердрайвик. Оп. Там расходочку прожал. Там расходочку прожал. Чуть подсаппортил тиммейту. Тут еще чуть подсаппортил. И просто стоишь. Разыгрываешь припасики. И зарабатываешь шестерочку за каточку. Просто шестерочку. Тысяча очков на такой здоровенной карте. При том, что если бы это была какая-нибудь карта поменьше. Мне кажется, что можно было бы заработать еще больше очков с этой замечательной комбинацией. Поэтому, что я вам могу сказать. Это лютейший фарм. Для бездонатов. Для всех тех ребят, которые хотят поформить кристаллы. Вот именно хотят сделать качественный фарм. Работу на прибыль. Да. Вот если у вас есть такое желание. То это идеальная комбинация для вас. И в целом, в целом, в целом. Все решает по большей части именно, именно этот дрон. То есть вы можете использовать другой корпус. Вы можете использовать другую пушку. Просто используя этот дрон. Зарабатывая дополнительные очки из прожатия расходки. Вы можете также играть просто на киллы. Но за каждый припас рядом с тиммейтами. Получать опыт, опыт, опыт. И еще раз опыт. Поэтому я думаю, что уже в ближайшее время протестирую все это дело на своем бездонате. С не качаным дроном. И посмотрим, насколько все это будет эффективно. Потому что у меня там есть определенные проблемы с моим количеством припасеков. И поэтому, возможно, мы уже совсем скоро все начнем тестировать. И смотреть, как же у нас будет работать с как раз таки не качаным таким же дроном. А может быть там дальше я уже решусь прокачать этого замечательного снабженца на бездонате. И тоже начать делать интересную прибыль. Пишите, что вы думаете по поводу этого дрона. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok